Это идет по определенной эскалации, эскалационной лестнице, которая начинается с заявлений о беспокойности, а потом может постепенно дойти до того, что мы видим в Украине, когда идут большие поставки оружия. То, что мы сейчас видим, что Армения уже будет участвовать в совместных военных учениях с Соединенными Штатами, говорит о том, насколько Армения озабочена своей безопасностью и откуда она видит возможную помощь и гарантии своей безопасности. И Соединенные Штаты приветствуют процесс сближения между демократическим государством. Это все еще, мне кажется, пока что дипломатические реакции и, конечно, надежда Соединенных Штатов на то, что ситуацию можно разрешить на дипломатическом уровне. Но это зависит не только от Соединенных Штатов, это зависит от сторон участников Армении и Азербайджана. Я думаю, что действия Соединенных Штатов будут относительно осторожными и достаточно продуманными, но достаточно долгосрочными. И поэтому то, что мы видим, что включается санкционный режим, что включается масса разных инструментов, которые были разработаны и которые разрабатываются за последние полтора года, войны России в Украине. Поэтому все те инструменты, которые были использованы, будут, возможно, постепенно начнут применяться к Азербайджану. Но ситуация зависит от того, есть ли это дипломатические обмены мнениями или если будут военные действия. Потому что если начинаются военные действия, то тогда ситуация переходит в другую плоскость. Мы пытаемся избежать Третьей мировой войны, не сделать все возможное, чтобы ускорить ее. Поэтому если возможно решить ситуацию без военного решения, на дипломатическом уровне, то это то, что будут приветствовать Соединенные Штаты и то решение, которое будут пытаться найти Соединенные Штаты. При этом понимая, что у нас есть не только пряник, но и кнут. Субтитры создавал DimaTorzok